Ну а мы же продолжим. Говорим далее об акценте в военных поставках Украине. Теперь он будет сделан на системах ПВО. Именно об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Ну и прямо сейчас у нас на связи корреспондент Владимир Рунец. Он находится в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Еще раз приветствуем. Пожалуйста, рассказывайте, что удалось узнать спустя час после нашего первого с вами разговора. Какие есть новости? Коллеги, приветствую еще раз. Да, действительно, уже есть определенное развитие. Уже приехал сюда, чтобы квартиру мы его видели. Алексей Резников, украинский министр обороны. Прибыл сюда и министр обороны Шаустин. Выступил с вступительным словом и генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Он обратился к журналистам и сказал, что Украина – это приоритетная топ-тема сегодняшней встречи. Нужно понимать, что сегодня будет сразу две встречи. Это встреча министров обороны стран-членов НАТО, а также вторая встреча – это так называемая встреча украинской оборонной контактной группы, которую широкие массы знают под словом «Рамштайн». Эта сегодняшняя встреча будет проходить здесь, в Брюсселе, тоже в штаб-квартире НАТО, приблизительно в 14 часов по киевскому времени и 13 по брюссельскому. Мы знаем, на чем хочет сфокусироваться Алексей Резников. Ему задали иностранные журналисты вопрос, чего он ожидает от этой встречи. Он сказал коротко «Систем воздушной обороны», после чего сказал «Слава Украине» и ушел. Не был он многословен, но вот генсек НАТО был более многословен, он сказал, что Украина – это главный фокус как «Рамштайна», так и встречи министра обороны. Они будут думать над теми сдерживающими мерами, которые будут помочь Украине сдержать российскую агрессию. Говорил о том, что НАТО тщательно следит за попытками новой незаконной аннексии украинских территорий. И на все это также будут искать ответы. И самый, конечно, главный вопрос, который интересует коллег и международных, и всех украинских коллег, которые сегодня смогли добраться до Брюсселя – это что будет в случае того, если Путин все же осуществит свои ядерные угрозы. Причем речь идет не только о так называемом малом ядерном оружии, о тактическом ядерном оружии, которое могло бы поразить какую-то часть территории Украины. Но и в целом глобально всех интересует вопрос, что же будет, если Путин дерзнет и нажмет на ту самую знаменитую красную кнопку, на что Столтенберг сказал, что у НАТО есть четкий план действий, который в Москве, очевидно, донесли. Они знают, каким будет ответ. И снова повторил слова, что в ядерной войне нет победителей и не стоит в нее начинать воевать. Такой достаточно дипломатичный ответ, тем не менее, больше конкретики уже приобретает слова Столтенберга, который всегда очень осторожен и дипломатичен. Почему? Потому что, напомню, что НАТО – это блок сразу 30 стран, и говорить от имени всех 30 членов он не может. Все решения, которые здесь принимаются в Брюсселе, они должны приниматься при помощи консенсуса, то есть единогласно, для того, чтобы было общее решение, какие-то страны должны пойти на уступки в чем-то другом. И договориться часто бывает очень сложно. До вечера, я думаю, что уже сформируется какая-то позиция. Резников будет также присутствовать и на рабочем ужине, который состоится через несколько часов после Рамштайна. Я думаю, что уже очень скоро мы будем знать подробности и ответы на все вопросы и касательно ПВО, и сдерживающих мер, и вероятного ядерного ответа, и какие могут быть последствия для России в случае того, если Путин будет продолжать разыгрывать эту карту. Да, благодарим за эту подробную информацию. Владимир Рунец, который сейчас находится в Брюсселе, рассказал нам самое главное к этому часу.